Многие новомихайловцы, пострадавшие от наводнения, столкнулись с одной и той же проблемой. Отвигающаяся зима торопила подтопленцев скорее закончить ремонт. Но не тут-то было. Не успевшие как следует обсохнуть стены, отвергли краски и другие покрытия. Теперь приходится тратить средства повторно. И в такой же ситуации сейчас находится почтовое отделение новомихайловского. Алексей Васильев расскажет подробности. Вот так вот. Мы предполагали, что то, что будет выше, это будет нормально. Вот так почтовое отделение выглядело пару месяцев назад. И на сегодняшний день ситуация мало изменилась. Разве что стены в помещении стали гораздо чернее. Новая мебель еще не поступила, поэтому работать приходится на том, что выжила. Все сейчас остановилось в том, что вот у нас эстетически, видите, некрасиво. Работать вам уже легче? Ну, легче в том, что у нас, видите, не хватает у нас столов. Стульи нам купили. Ну, мебели. Ну, да, мебели. Мы не можем вот немножко бы развернуться, побольше сделать здесь зал для клиентов. Нас же как привыкли? Заходить, свобода, красота. И сейчас каждый приходит, нам сочувствует. И говорят, как-то вы почта в таком состоянии до сих пор. Новую мебель обещают завести не раньше февраля будущего года. Это связано с тем, что делает ее по корпоративному заказу Почты России. И это занимает некоторое время. Однако проблемы не только в этом. Помещения не отапливаются. Тепло нагоняется одними спецсистемами. От этого и стены не торопятся сохнуть. Ну, вот здесь, смотрите, вот что, ну, как у вас. Этот госпитин, вот снимать, все. У нас вот столы все полупланы. Видите? Ходим по проводам. Это ваше рабочее место, да? Да. Ити к ходу, сходя с крестинами, да? Ну, куда деваться? Отопления не совсем, да? Нет. Только у вас в крестинке. Отопления у нас уже давно нет. Несмотря на все трудности и угрозу здоровью, сотрудники почтового отделения не переставали трудиться. Благодаря их трудолюбию, почтовое сообщение с поселком было восстановлено в кратчайшие сроки. Единственное, что сейчас им не по силам, зависит не от них. Абонентские ящики, да, это правда. Они не восстановлены. Но, я говорю, это специальная мебель. Она идет не только через Краснодарский край, она идет с Москвы. Поэтому в этом вся задержка и проблема. Тем более, если учесть, что подтоплению в этом году подверглись не только Новомихайловка, Туапсинский район, но еще и Крымск. Сами понимаете, а это собственность Федеральная почта России. Поэтому все это в задержках идет. Выходит, большие трудности выпадают на их долю. Клиенты не испытывают серьезных потрясений в обслуживании. Напротив, даже сочувствуют. Если бы так же трудолюбивы были все новомихайловцы, проблем было бы намного меньше. Алексей Васильев, Тимур Баташев и Роман Петров, телеканал Орленок ТВ.